Согласно сегодняшней теме о перспективах российско-абхазских отношений, мне бы хотелось сперва сказать о их состоянии, этих отношений. Вкратце, опять же, все уставшие. Как вы все знаете, история наших официальных отношений, новейшая история, она началась в 2008 году, но история взаимоотношений наших народов, она довольно-таки глубже и имеет намного больший возраст. И наши межгосотношения с Российской Федерацией, по моему мнению, они строятся в основе своей на отношениях между нашими народами. И поэтому, на мой взгляд, они достигли наивысшей степени межгосударственных отношений в принципе. И об этом говорят не только слова и дела с абхазской стороны, это, не хочу повторяться, это история с Гилаевым, где на защиту Юго-России встал не только официальный Сухум, как тогда весь народ встал. То есть это один из показателей. Это и Турция, когда мы присоединились к санкциям вместе с Россией, и ни одна страна в мире не присоединилась к этому. Это еще один элемент указывает на то, что Абхазия, во-первых, это самый пророссийский уголок, наверное, на земле. Я имею право так говорить, потому что есть факты, свидетельствующие об этом. Также немаловажный факт, это забота абхазского государства, социальная забота об обездоленных российских гражданах. На территории Абхазии, которая проводится очень много-много веков при разных властях. Это немаловажный факт. Следовательно, вот я перечислил наши, да, очень чувствительные моменты отношений, и вот эти отношения нужно перечереветь. Но возвращаясь к состоянию сегодняшних, да, отношений, что говорится в настоящее время, нужно признать, что абхазская сторона зачастую ведет себя недобросовестно, что отражено в последней ноте российского МИДа, да, где, ну, так скажем, обращаясь к людям из власти, которые понимают дипломатический язык, иногда они понукают гражданских, да, активных деятелей и общественных, что они не знают, как это дипломатический язык, и там то или иное не нужно вытаскивать. Я о ноте, если вы помните. Так вот, в этой ноте вы, если помните, формулировку о надежде на добросовестное отношение абхазской стороны к договоренности. То есть в переводе, ну, что я знаю, дипломатического языка, это означает, что вы были бессовестны, но мы надеемся, что вы станете лучше. Далее, даже неприятие нашей ратификации по Пицунской даче, да, российской стороной, слава богу, я считаю, это, во-первых, показало дальновидность российской политики, неприятие в такой форме, которая неприемлема абхазскому народу. Я об этом говорю. И здесь абсолютно не было проявления антироссийского, или то, что абхазский народ не хочет нахождения на Пицунской даче представителя российского эстеблишмента политического. Абсолютно неверные утверждения были. Теперь, говоря о перспективах, да, нашего союзничества, да, как сегодня говорилось, необходимо, на мой взгляд, правильно моделировать и прогнозировать дальнейшую вообще геополитику Российской Федерации. И необходимо, конечно, обратить внимание на новые импульсы отношений России и Грузии. И здесь нам нужно быть выверенными, максимально, мне кажется, подготовленными к ситуациям, где строятся новые маршруты, где строятся новые логистические, можно сказать, китайские шелковые пути. Один из них, возможно, будет проходить через нас. На это указывают многие факторы, условно назовем его Ростов-Тегеран. Да, это такой новый, на мой взгляд, логистическо-транспортный маршрут Российской Федерации. И будет он проходить, скорее всего, да, это Юг России, Абхазия, Грузия и так далее, до Ирана. Ну и также страны Ближнего Востока. В связи с этим нам нужно выстраивать нашу будущую политику, чтобы в этой конструкции мы были значимыми и оставались суверенным государством. И, по всему, вот те сложности, которые существуют сегодня, да, здесь было предложение разные, да, и, в частности, вот Ливана Мика, вот в обращении, да, о реальной ситуации в Абхазии. Я предлагаю немножечко трансформировать данное предложение и, как бы, объявить готовность об экспертном обсуждении с участием российской стороны тех специфических вопросов, да, которые стоят перед нами. И быть с российской стороной открытыми, как мы всегда это делали, и, честно, признаваться в каких-то наших страхах открыто это делать. Вот, в принципе, мое мнение по дальнейшему продолжению, да, нашего сотрудничества. Ну и дальше простая формула, как быть вообще в отношениях к любым чиновникам. Государственные интересы должны быть выше личных. И все. Спасибо.